Здравствуйте, это программа «Мнение» в студии Грёзеров. И я приветствую сегодняшнюю участницу нашей программы. Это временно исполняющая обязанности министра природных ресурсов, эколог Наталья Тумуреева. Наташа, добрый день. Добрый день. Говорить будем про работу министерства. Много разных вопросов. Довольно давно мы в этом эфире не общались и поднакопилось. Давай начнем вот с вчерашней новости. Кстати, Владимир Путин пообщался с главой Бурятии Алексеем Цуденовым по видеоконференц-связи. И в рамках своего доклада президенту глава Бурятии поднял вопрос о загрязнении атмосферного воздуха в Улан-Удэ. Про наши 67 тысяч знаменитых частных домов. Самый большой частный сектор городской в России, на мой взгляд. Который топится углем и дровами превышения ПДК по бензопирену в десятки раз и так далее. И глава сказал о том, что самый единственный возможный, как он сказал, выход – это переход на электроотопление. И попросил поддержки с точки зрения модернизации электросетей. Я подумал, а как же у нас бездымный уголь, полукокс, еще какие-то мероприятия. Что думаешь по этому поводу? Правда, давно не была, соскучилась. Взаимно. Да, действительно, этот вопрос у нас такой больной. И по поводу… У нас на самом деле два направления. Это действительно бездымное топливо. То есть, все равно мы от него не отказались. Потому что вот эти котельные, небольшие какие-то котельные, ну и даже и большие котельные, можно перевести на бездымное топливо. Это проведено несколько экспериментов, где, собственно, он показывает свою эффективность. Единственный, конечно, вопрос в цене. Сейчас с этим тоже как раз-таки перерабатывается. То есть, как его можно производить, и все-таки, чтобы себестоимость была не такой высокая. Все ездили мы в Красноярск, посмотрели, как там это делается. Там более затратным способом, я понял. Незатратно, да. Затратно из-за того, что как раз они просто производят бездымное топливо, а то тепло, которое в производстве образуется, оно просто уходит в никуда, и поэтому у них, собственно, оно и стоит дорого. Мы-то как раз-таки хотим, чтобы при производстве той энергии, которая образуется, она была полезной. Да, на отопление уходил. Да, и поэтому нужно… Сейчас этот вопрос прорабатывается, то есть, как модернизация котель нужна для этого. И от этого вопроса не отказались. Это вопрос тоже такой интересный. Потому что и в Красноярске реально посмотрели экспериментально их установки. Ну и сами мы здесь пробовали несколько раз жечь его. Единственное, всё-таки, что там, если использовать его в частном секторе, там всё-таки нужен котёл. То есть, в обычной печке, конечно, жечь его нельзя. Там не то, чтобы нельзя, но как бы… Ну там предварительная подготовка. А, эффективность не очень хорошая. То есть, там всё равно должна быть печка специальная. То есть, там, в общем, попробовали просто это сделать, и немножко не удалось это. Поэтому всё-таки нужны котлы. А в котлах горит замечательно. Ну и второй вот путь – это, конечно, переход на электротопление. Но сами понимаем, что это дорогой тоже достаточно путь, потому что нужно модернизировать сети. Но с этим как раз-таки тоже сейчас прорабатывается у нас. Минтран сейчас как раз делает, разрабатывает проект модернизации сетей. Ну и, собственно, как бы всё равно вот в этом направлении двигаемся. Ну и президент ещё раз пообещал перенаправить рассмотрение этого вопроса в правительстве. Ещё один такой. Уже перенаправлено, да, уже в работе, и поэтому, да, то есть, это есть. Ещё одна вот этой же темы, касающаяся новость, да, нашёл я её с твоим комментарием по поводу того, что вот частные котельные у нас есть, да, которые их обязали подключаться к сетям ТГК, но, значит, как-то скепсис ты выразила в этом плане, да, что сложно контролировать. На самом деле, как бы никто никого не обязывал. То есть, вот этот законопроект, который был внесён и поддержан Хуралом, это у тех, которые уже подключены. То есть, запрет на использование твёрдых видов топлива – это у тех организаций, у которых уже есть подключение. То есть, никто не заставлял заново, именно по этому законопроекту, подключаться. Подключение есть, но оно перекрыто, и топят менее экологично, более выгодно для себя. Да, почему это было сделано? Потому что вот как раз-таки действительно вот эти организации показывают о том, что они подключены к центральному теплоснабжению, и, соответственно, они даже как источник негативного воздействия на окружающую среду, они не встают на учёт. И поэтому они у нас, в принципе, выпадают. Но они же воздух согрязняют по факту. И вот пытаемся упорядочить это как раз-таки. То есть, это для этого. Причём никто не запрещал другие виды топлива использовать. То есть, здесь это касается только угля, касалось твёрдых видов топлива – угля и дрова. А всё остальные экологичные виды топлива, пожалуйста, можно использовать. Ну вот с этим тоже работаем. Мы работаем, и с ТГК в том числе. Потому что понятно, что возмущаются наши предприниматели о том, что дорого. Да, согласно, наверное, дорого. Но надо вот как бы тоже с каждой организацией отдельно прорабатывать, где, в каких вот местах можно помочь. То есть, никто не хотел загнобить малый бизнес, как нам всегда говорят. Мы пытаемся сделать всё-таки дышать чистым воздухом. А какие виды помощи для таких предпринимателей могут быть? Надо рассматривать, во-первых, возможность, это я пока тоже про возможности говорю, возможность субсидирования, может быть, переоборудование тех же котлов можно рассмотреть. Возможность, допустим, с той же электроэнергией, опять-таки, если будет выгодно на электроэнергию переходить. То есть, это тоже надо смотреть. То есть, просто предприятие, я считаю, что это всё-таки ответственность тоже каждого, наверное. Воздух у нас один, неважно, кто ты, воспитатель детского сада, учитель в школе или руководитель предприятия, всё равно дышим воздухом одним и тем же. И поэтому здесь, наверное, только совместно тоже можно это решить. И поэтому, если каждый всё-таки ответственно отнесётся, мы готовы порабатывать со всеми. Причём, да, тут то на то надо смотреть. С одной стороны, ты в рублях платишь больше за электричество, а время твоё экономится, опять же, дышишь сюда более чистым воздухом. Всё-таки именно здесь очень многое, я тоже об этом говорила. Ну, как бы исследования такие есть по некоторым городам. У нас просто здесь тоже от состояния окружающей среды, от качества окружающей среды зависит, естественно, здоровье населения. То есть, чем благоприятнее окружающая среда, тем люди здоровее. То есть, это вот можно с этой точки зрения рассмотреть. То есть, если мы вкладываемся в охрану окружающей среды, соответственно, мы, допустим, меньше затрат у нас потом пойдёт на здоровье населения. То есть, это всё уже связано, поэтому есть на чем задуматься. Да, ну вот Дмитрий Сигачёв, депутат Гурсовета, привёл пример у родителей, которые так, они в итоге остановились на электрокотле, платят за электричество, чтобы отапливаться, хотя есть в доме традиционная печь и есть котёл, который там на угле работает. Ну вот они, он сказал, что дом 100 квадратов приблизительно на круг, и вот ежемесячно выходит плюс полив, там электричество на полив и так далее, 7-8 тысяч в месяц по году. Ну, как бы понятно, что, может быть, кто-то скажет, что дорого, но если учитывать все остальные факторы, то уже и нет, наверное. Да, тем более, но всё равно здесь на электроэнергию, например, есть же меры поддержки для населения, для малообеспеченных, например, они же всё равно как бы им бы субсидируются. Ну, плюс двухтарифные счётчики, да, вот эти все моменты можно посмотреть. Всё можно посмотреть и можно посчитать. Надо просто вот, говорю, взяться за это. И вот если ты действительно хочешь у себя как-то свою экономику вдомет, это всё, как ты оптимизировать, то это можно сделать. То, что вот это же вот СССР, я у Оксаны саженную была дома. Да, мы рассматривались не вот эти вот потолочные. Я посажу в квартире, у меня поэтому как бы нет такой проблемы с отоплением. То, что центральное всё-таки отопление. А приехал вот к Оксане, чтобы специально посмотреть. Она мне всё показала, рассказала, показала тоже, сколько она. Это очень экономная. Я посмотрел, что система достаточно экономная и можно использовать её. Здорово. Ну, вот как раз 3 июня она на эфир к нам придёт. Я ещё раз спрошу, потому что, да, у неё опыт уже накопился. Причём у неё опыт разных производителей. То есть она вот рассказала про то, что она до этого пользовалась, ну, к производству одной. Одного производителя. Одного производителя, да. Сейчас вот уже перешла на другой. Почему она, я думаю, что она более подробно расскажет. Класс, класс. Не буду у неё тему всё забирать. Спасибо за подсказку. Интересная тема, да. Наталья Томуреева, программа «Мнение». Наташа, цитата твоя вот недавняя. «Я за свою жизнь столько свалок убрала собственными руками, следующим поколениям хватит». Я никогда не стеснялся об этом говорить. «Я не разрешаю ставить баки на Байкале. Нет, и всё. Ты пришёл на Байкал, принёс с собой туда мусор, будь добр забрать его с собой. Баки будут стоять вдоль дорог, в других доступных местах, но на берегу нет». Я обсудил эту тему с несколькими людьми специально, да, и они сказали, ну, как-то неправильно сказали. Всё равно вот у человека должна быть возможность выбросить мусор вот доступно и удобно, да, так же, как мы, ну, на любую турбазу приезжаем там и так далее, оставляем там где-то. Ну, всё это, понятно, правильно и по закону. И как будто бы вроде людям дают право, ну, вот если нету, и у тебя сознательности мало, да, ну, и опять же, ты тут думаешь, что я-то всегда, то есть отсутствие бака на берегу Байкала, для меня это не повод мусор оставить здесь. Конечно, да. Да, ты его увозишь, достаёшь какие-то мешки, упаковываешь, но всяко ты вывозишь его или до Лан-У-Де, или до ближайшей нормальной мусорки, где у тебя есть уверенность, что это вот как-то не рассыпется, собаки не растреплют и так далее, и так далее. Вот в каком контексте эта цитата была сказана, да, и что здесь происходит и делается? Да, это цитата из контекста, конечно. Всуждался вопрос как раз действительно про сознательность и вообще про то, что вот никакой инфраструктуры нет, ничего нет, и вот всё плохо, да, и согласно, инфраструктуры недостаточно. Но если говорить вот как раз-таки про баки на Байкале, вот сейчас приведу, например, недружественную, правда, страну, наверное, в Японии, там нет вообще урн. Вообще вот мы же привыкли, по улице идём, у нас везде вот урны, там возле магазинов урны, там всё это есть возможность. Я вас спрашиваю, почему? Они говорят, а почему вот тот же предприниматель или кто-то там, допустим, администрация города этого, она должна нести ответственность за ваш мусор, за ваши отходы. Ты являешься отходообразователем, ты, соответственно, должен сам подумать, куда ты его утилизируешь. А когда ты его выбросил… Диаметрально противоположная логика. Да, то есть куда ты его, когда ты его выбросил в урну, всё, ты себя ответственно снял, это не мои отходы, это там уже кто-то там другой подумает. Я тогда вот, ну, как бы для меня, конечно, тоже было новость, но я задумывалась и, наверное, думаю, что, с одной стороны, правда и логика в этом есть. А по поводу Байкала почему? Во-первых, ну, допустим, вот опять, давайте посмотрим с экологической точки зрения. Вот ставим мусорный бак на берегу Байкала, на песке, там, где отдыхают люди. Ставим без всякого там, без контейнерной площадки, без ничего. Как туда должна заезжать машина мусорная? Бак предполагает всё-таки загрузку, ну, либо боковая, либо задняя, там, то есть, ну, специализированная техника. Это у нас, к сожалению, кустарного способа мы разгружаем вручную, а на самом деле это как бы специализированная техника. Да даже не специализированная техника. Как она должна туда заезжать на песок? Там, ещё раз повторюсь, отдыхают люди, мы лежим на этом пляже. Заезжает тяжёлая техника, во-первых, там рушит всю полностью всю экосистему пляжа, потому что там растения выдавливаются и так далее. Сейчас у нас вот запрет, допустим, на третье же квадроциклы. Почему? Это как раз таки из-за того, что вытаптываются, выдавливаются растения. А здесь мы будем загонять тяжёлую технику. Она там несколько… ну, мало того, что она туда и не зайдёт, на песок она пробовали, проходили, не получается туда заходить. Это тяжёлая техника, надо оттуда вручную всё это вытаскивать. То есть, баки должны стоять на доступных местах, где может техника подойти и безболезненно для окружающей среды загрузить этот бак. И второе – просознательность, да, действительно, когда люди… ну, нет бака, и что? Почему? Меня вот всегда это удивляло. И что? Ну, и тогда ты имеешь право бросить это, воду бросить, это бросить там на песок, там, я не знаю, под ближайшее дерево или ещё как-то. Здесь тоже вот спор у меня такой был. Ну, вот, ну, мусор же тяжело тащить в Байкал. Ну, а как бы, простите, еду не тяжело туда тащить? Водку, как обычно это бывает. А обратно вот это всё тяжело носить. Я не знаю, вот мне кажется, что всё-таки эта сознательность должна быть в том, что ты привёз туда отходы, ты отходообразователь, и это твои отходы. Потому что мы потом, да, когда мы… на уборку тех же свалок откуда деньги опять идут? Кто их убирает, за чей счёт мы убираем их? За бюджетный счёт. Ну, или как любят в недружественных странах говорить, нет никаких государственных бюджетных денег, есть только деньги налогоплательщиков, да? Что-то и дело, что получается, те же деньги как бы потратить на то, чтобы там на лишнюю детскую площадку, там на лишний… помочь ребёнку какому-то поехать отдыхать куда-то, мне кажется, более целесообразно, чем на то, чтобы убирать мусор. А мы это делаем, потому что вот у нас, допустим, на уборку побережья выделяются деньги. Каждый день мы убираем, собирают, вот у меня ходят люди, собирают бычки, обёртки и всё остальное, потому что вот кому-то было сложно положить это в карман и донести это там до места, куда можно это выбросить. Да, это такая… у меня в прошлом году, по-моему, за прошлым, я не помню, был опыт, ну просто вот приезжаешь на Байкал, частный дом в Туркее у друга, мы там живём, значит, там всё здорово. Идём гулять, ну и как бы вот гуляешь-гуляешь. И что-то мы придумали, дети, вернее, друга сказали, давайте мусор собирать заодно, вот гуляем, дышим, и взяли пакеты и пошли так прям широким фронтом. Что я увидел? Ну, вернее, почувствовал большое удовольствие от проделанной работы, да? Увидел стеснение и какой-то стыд от людей, которые там находятся и как-то вот что-то располагались и бросили, да, и они как-то пытаются отвернуться, что там, ну, масса, в общем, интересных таких ощущений. Это не сложно, это здорово, но с другой стороны, ты думаешь, ну, кто-то эту же проблему создаёт, конечно, лучше было бы гулять по-чистому, да, чем ты гуляешь по-грязному и думаешь, вот кто-то здесь накидал, когда ты идёшь, убираешь, настроение вроде улучшается, но всё равно это такой тупиковый путь. Да, и путь этот, в смысле, а почему кто-то должен за тебя убирать? Меня вот это вот уже, ну, почему, вот дома мы же тоже не сидим. Не, ну, я слышал логику такую человеку, который выбрасывает бычок в окно на ходу машины. Дворники есть, я налоги плачу, пусть подметают, пусть убирают, да, а мне вот бычок мой вонючий в пепельнице, значит, в машине тоже не устраивает. Ну, а я его на Байкаль, дворников нет. И потом вот по поводу, тоже наблюдал такую картину, сидит человек, курит на берегу, и бычок в воду бросает. Ну, я вот, от меня это просто в шоке, потому что у тебя тут жена купается твоя тут же, там, ребят, дети твои тут же купаются. Да, и по песку тоже ходят. Да, и вот в песок, когда закампывают в песок меня, это вот просто, ну, я не знаю, я этого вообще вот просто не понимаю, ну, не пойму никогда, и относиться к этому буду. Да, я тоже собираю всегда мусор, я приезжаю когда, и у меня родственники все привычные к этому, что, да, вот мы идем, если вот на Байкал идем, то мы сначала вокруг все собираем и забираем с собой, ну, да, да, чужой мусор. А было бы намного проще, если бы этот человек, который это все выбросил, ну, забрал бы с собой и увез там, то хотя бы в городе. Каждый свой маленький кусочек мусора увез, и было бы чисто. Тем более, что вы, если когда вы приводите в город, на контейнерную площадку, в городе, он, по крайней мере, попадает на полигон, а не в ближайший там лес где-то. Наталья Тумуриева, программа «Мнение». Наташа, давай про другой вид отходов, физиологических отходов человека, да, здесь сложнее все, согласись, да, если мусор, понятно, как бы это, то приехал, туалета нет, и что делать, да, и вот, и все мы про эти истории знаем, про леса заминированные, да, в кавычках, разными гигиеническими средствами использованными, и, собственно, самой физиологией вот наполненной. Что здесь уже, да. Туалеты однозначно. Да, вот с приз на памятного чепика, который все это пытался вводить, и опять мы на это спотыкаемся, опять, вот какая, вот мне кажется, какая-то методология должна быть, какая-то логика, да, вот мы делаем так, вот по такой схеме. Есть схема, ну вот в Волгинском Датсане раньше были плохие туалеты, да, поставили какой-то коммерсант, и все, плюс-минус, более-менее, это сейчас за деньги все делается, ну, нормально, если так сравнивать с прошлыми историями. Вот здесь какая логика, или все-таки какие-то муниципальные городить, да, и там, я не знаю, бетонные туалеты, где все бетонное, и как-то это выгребается, вот я видел это в Красноярском крае, да, но тоже там не везде догляд есть. Или все-таки ставить полноценную коммерцию с такими зданиями, с канализацией, со сливом и с денежкой за это дело. Вот что решено? Ну, здесь можно пойти и тем, и тем путем, на самом деле, то есть в зависимости от участка, где это находится. Ну, туалет ставить однозначно надо, сейчас этим занимаются ментуризмом, потому что это все-таки, ну, как бы к туристам, поэтому ментуризм, если час, они вот эти модульные туалеты расставляют и так далее. Проблема остается в том, что в обслуживании, опять-таки, да, действительно, кто будет обслуживать? Должна быть, наверное, какая-то управляющая компания. Ну, вот у нас, как пример просто приведу, у нас есть побережье Байкала, где рекреационная местность между НХЛКом и ЗАГЗОЙ, там это вот Бурприрода, это наше подведовственное учреждение. Потому что я почему это место привожу всегда в пример, потому что, начиная еще с 2005 года, мы выезжали в этот заказник, будучи преподавателем университета, со студентами, я туда их возила на практику, но мы занимались тем, что просто убирали мусор, потому что там было вот просто невозможно. Сейчас вот там люди заезжают, платят деньги, и вот как бы это все уже им предоставляется место, и причем тоже разговаривал с местными. Если местные раньше приезжали, говорили, что нет, мы ничего платить не будем, говорили, ну и местных так запускают. Сейчас уже люди к этому стали относиться проще, они говорят, что я лучше заплачу эти 200 рублей. Я вижу результат, да? Я буду сидеть в чистом месте, и я буду знать, что у меня там я схожу в туалет, а не буду, правда, ходить по заминированным лесам, что у меня там есть туалет и так далее. То есть здесь вот если говорить про сохранение окружающей среды, как раз таки инфраструктура, она и позволяет сохранить. То есть игры где же построены тропы, человек ходит по тропе, он не ходит ни вправо, ни влево, никуда там, кроме там некоторых, допустим. То есть если показано, что нужно вот пройтись там по тропе, то естественно человек пойдет по этой тропе. Ну это и более безопасно во всех смыслах. Безопасно и удобнее. Если есть туалет в доступе, потому что это действительно физиология, в туалет ходят все, и поэтому и он на самом деле, если мусор действительно можно забрать с собой, то здесь, ну как бы, простите, не получится. Прижало и куда деваться. Да, и поэтому тогда, конечно, это и удобнее, и настроение у всех хватит лучше, наверное. То есть здесь вывод однозначный, туалеты нужно строить, когда нужно рассматривать. Здесь уже потом уже второй вопрос, конечно, кто будет содержать все это. Ну то есть вот общее понимание, то что берег Байкала, за который никто не отвечает, он все равно придет вот в такое бедовое состояние и в мусорном плане, и вот в отходах человеческих и так далее, правильно? То есть, с другой стороны, здесь есть опасность. Сейчас весь Байкал перекроют, мы никуда не попадем, но к этому все равно надо приходить, что ты должен быть готов заплатить не очень большие деньги, или очень большие деньги, если это пятизвездочный отель, да? Да, все не перекроют все равно, потому что это же общий доступ, и там общий доступ все равно должен быть… То есть если ты предоставляешь какую-то услугу там, например, на берегу, тогда да. Тот же туалет… Я, конечно, против платных туалетов, но это тоже выход с одной стороны, потому что на содержание того же этого туалета можно хотя бы, по крайней мере, там какую-то… Ну здесь вот либо из бюджета тогда содержать все это, либо тогда уж как-то своими услугами, чтобы они могли… Ну, если опять-таки платный туалет, соответственно, там тоже должна быть услуга, не просто как у нас вот яма там и так далее. То есть это септики, откачивать, вывозить, убирать. Наталья Томуреева, программа «Мнение». Наталья, давай еще к одну огромную гигантскую тему затронем. Значит, появилась недавно новость, Минприрода намерена серьезно снизить требования к сбросам сточных вод в Байкал и питающие его реки. Значит, предлагается ослабить нормативы железа в 10 раз, хрома в 1,3 раза, ртути в 13 раз, адсорбируемых генорганических соединений в 200 раз. Специалисты «Гринпис» и «Российской академии наук» опасаются, что это повлечет серьезную угрозу экосистеме озера. Я слышал вот эту точку зрения, что это неправильно, и слышал еще другую такую конспирологическую теорию, что вот эти нынешние нормативы, которые сейчас пытаются как бы так упростить, скажем так, были задраны в интересах лимнологического, по-моему, Иркутского института, значит, которые на этом много-много лет денежки зарабатывали, вот, значит, таким образом. И что это сейчас приведет к какой-то логичной, нормальным цифрам и сможет дать возможность много видов разной деятельности развивать без вот этих задранных экологических требований. Что думаешь? Не знаю, как зарабатывал лимнологический институт на этом, если честно, просто даже не представляю. Но как бы там история вопроса была же тоже очень давно, на самом деле, это же было разрешено, был просто изначально разрешен сброс восточных вод в Байкал, и было это сделано под БЦБК, потому что это тоже ни для кого не секрет. Ныне уже закрытые. Да, ныне уже закрытые, но это было вот тогда сделано. И тогда вот как раз-таки лимнологический институт, тогда выступили против, и, собственно, ну и вроде бы как нашли такой компромисс, стоки разрешить, но вот тогда по 63-му приказу, на тот момент был 63-й приказ. Ну, сейчас вот 83-й приказ уже более… ну, как бы здесь уже нормы тоже уже послаблены. Послаблены они именно в водотоке, то есть они в Байкал нормы ужесточены были, а вот именно в водотоке они уже были приведены как бы так, те, которые можно выполнить, по крайней мере. И сейчас это делается как раз-таки, вот насколько я знаю, это вот как раз-таки тоже пытаются послабить нормы именно опять-таки в Байкал, в сам непосредственный Байкал. И это тоже делается для уже рекультивации только БЦБК. То есть как бы невозможность там достичь этих каких-то показателей, поэтому это делается. Ну, здесь, наверное, Академия Наук, да, тоже своё мнение высказала. Но здесь, мне кажется, тогда не надо было идти вот от серединки наполовинку, вот это вот тогда вот. А вот если вот так, а мы вот так тогда сделаем. Просто надо тогда, если вот там практически нулю и все эти стоки, ну и надо было и запретить их в Байкал в целом столь. Со стороны Бурянти это никак на нас не влияет, потому что мы в Байкал не сбрасываем ничего напрямую. У нас всё идёт через водотоки, соответственно, по 83-м приказам. А северо-байкальск? Северо-байкальск, нет, они тоже водотоки. А, водотоки. Да, да. То есть у нас со стороны Республики Бурятия напрямую в Байкал стоков нет, они идут все через водотоки. Это касается больше Иркутской области, это БЦБК, Листвянка, там ведь, ну, как бы у них там такая проблема есть. Но есть возможность отведения тоже водоток. С БЦБК там проблема намного серьёзней. Немножко, я вот, как бы, в последнее время не успеваю этим заниматься, потому что это другой регион, естественно, и понятно, там я не все вещи, как бы, знаю, да, какие сейчас там происходят. Но проблемы там есть. Вот когда про эти нормативы ещё несколько лет назад говорили, я не помню кто, вот, Алексей Циденов или тот другой, такой, ну, как бы, упростил совсем ситуацию и сказал, что, в общем, к стокам такие сейчас требования, что они должны быть чище, чем сама вода в Байкале, вроде, в итоге. Вот здесь, вот на таком совсем простом уровне, вот стоки должны быть чище, тот водоём, который сливает, или немножко могут быть грязнее, как экологу вопрос. Ну, у нас просто Байкал, как бы, у них же вода, на самом деле, ну, все, наверное, знают, что вода близко к дистиллированной, ну, а дистиллированной – это практически нулевые показатели, там даже вот по питьевой, по-моему, там в воде у нас некоторые там показатели не выполняются. Ну, наверное, не везде уже сейчас. Не везде, конечно, не везде, это однозначно, что это там, тем более на глубине, 400 метров и так далее, то есть там, конечно. Ну, стоки должны быть не грязнее, это однозначно. Сейчас ещё заговорили, вот вспомнил я уже несколько таких тревожных сообщений новостных по поводу микропластика, что всё больше и больше и больше его в воде становится. Да, такие исследования в первый раз проводил Московский госуниверситет, мы как раз с ними тоже проводили такой большой проект, это ещё в 16-м, в 15-м году Байкальская экспедиция, приглашали туда вот как раз ребят из МГУ, и они тогда нам уже говорили о том, что вот, а у нас такие вот, ну, есть вот показатели, что, ну, как бы микропластик. Ещё тогда, наверное, я не то чтобы не поверила, но как-то было так всё-таки непонятно. Сейчас я бы уже, ну, как будто заявлено официально, да, это есть, но микропластик попадает, понятно, как тоже вот это в том числе отходы, которые с берега, вот которые там нерадивый человек пошёл бросил бутылку, она никуда не делась, если никто за ним не подобрал её, да, это всё попадает. Ну и она получается каким-то образом, медленно-медленно расслабляется, да? Это всё разлагается до микрочастиц и попадает, естественно, в воду. Ну, это не есть хорошо, потому что это едят потом все живущие в Байкале, и, соответственно, это вот уже как бы приводит к заболеваниям и так далее. Это, знаете, такой же был, когда помните, там, в в смысле, не помните, имею в виду, просто из истории, что когда сплав был по лесу, когда валились, сплавляли, и вот эта труха, которая и рыба даже, она же питалась, и вот когда её пластаешь, там вот он забит, брюхо у неё вот этим вот, этой трухой был. Ну, здесь вот в истории та же самая, то есть только микропластик, он никуда не денется. Там более органичное, но не менее вредное, и плюс топлики же там, и на дно падали эти сигары. И к нам это всё в организм в конечном итоге тоже попадает. Не говоря уже о том, что люди гибли на вот этом опасном сплаве производства, когда крутились брёвна и попадали, да. Ну, да, сумели же отказаться от этой истории, как бы. Но сейчас вот в Госдуме рассматривается вопрос, у нас вот как раз-таки активная межинферкационная группа Байкал, которая сейчас рассматривает законопроект об отказе от пластика вообще на территории Байкала, какая-то территория, законопроект интересный. Я как бы тоже думаю, что надо. И по порошкам, вот они сейчас тоже, по фосфатным порошкам, отказ от фосфатных порошков. Тоже, если это пройдёт, ну, это хорошо. Они же есть, да, в продаже эти фосфатные, причём я вот без фосфатные, причём совсем какой-то недорогой вариант я увидел в одном из дискаунтеров, до этого я находил только какие-то немецкие там, так далее, они гораздо более... Фаберлик, без фосфатные, да, они дорогие, конечно. Сейчас есть более дешёвые, да. То есть, возможно, тоже... Очень хорошо. Это вот спирогир эта самая, да? Ну, не только спирогир, да. То есть, это вообще в целом биогенные вещества, которые попадают в Байкал, соответственно, как бы... Питательные вещества, то есть, везде, вот, допустим, развитие тех же водорослей, там, они же были там в Байкале, просто у них питание больше стало, они больше стали развиваться, ну, как бы стали расти, больше развиваться. Ну, то есть, это такой процесс. То есть, использование безфосфатных порошков, это тоже вклад отдельного человека в экологию Байкала, да, сознательность такая, да, так же, как мусор вывозить, всё понятно. Наталья Темуреева, программа «Мнение», ещё одна история, вот, которую ты прокомментировала, компьютером, чайником, холодильником, больше не место на помойке, Минприрода дополнила перечнение отходов, которые теперь нельзя сжечь или захоронить на мусорных полигонах, ну, и там вот эта вся бытовая техника, в том числе, упоминается, но это для юридических лиц ответственность введена, ну, и физическим лицам вроде можно, но ты вот тоже каким-то образом призвала людей быть более сознательным в этом плане. Ну, во-первых, да, действительно, сейчас для юридических лиц они должны заключить договор с организацией, которая занимается утилизацией данной техники. Ну, я считаю, что это вот как, мы вообще сейчас живём в интересное время, у нас сейчас вот в условиях санкций, у нас сейчас не будет хватать различных, не хватает различных компонентов и там всего там дефицит каких-то вещей может возникнуть, но это всё может. Это не возникло, да, но это об этом надо уже задумываться. А как раз-таки вот из вторсырья и всего-сего, что у нас есть, можно извлекать ценные компоненты. Мне кажется, вот этот самый сейчас благоприятный момент, когда нужно заниматься переработкой вторсырья, производство тех же строительных материалов, извлечение ценных компонентов из бытовой и старой бытовой техники. Мы же тоже раньше как бы выбрасывали всё это дело, да, получается, а сейчас это вот можно… Ну, опять-таки, компьютеры, допустим, уже не выбрасывали, в принципе, всегда же сдаёшься, да. И сдаёшь, и активно объявления везде висят, купим и так далее. Да, поэтому я, например, считаю, что там это как раз-таки не такая глобальная проблема, всё равно организация есть, которая этим занимается. Ну и плюс там проводят акции, даже магазины проводят акции, что принимаем там старую бытовую технику. Аккумуляторы старые на новые, там, при покупке скидку тебе делают и так далее, уже заработал это. Ну, это опять-таки тоже к сознательности. То есть, если человек к этому относится серьёзно, он и пойдёт, и не выбросит на помойку, а пойдёт и сдаст. Даже бесплатно сдаст, но зато у него будет уверенность в том, что это не попало просто так вот на помойку нигде не валяется, ни в лесу валяется, не валяется нигде, а вот на полезные какие-то фракции распределено и используется чёрт. Ну да, но это развивается. Я вот сейчас на майские праздники в Томске побывал. Дети как бы у меня по поводу раздельного сбора мысора очень так активно заточены, особенно старшая, и прям это дело очень так практикует. Я удивился. Вот была же история про японский опыт, вот опять же рассказывали, что житель идёт, в подъезде у него там комнатушка есть, он открывает её своим ключом, и там десятки видов отходов, и вот он их раскидывает в свой мусор. То же самое в Томске есть такое общее место, и вот мы поехали прямо, и приходим, смотрит, там пластик, единичка, там пятёрка, шестёрка, всё это прям детально расписано, рассортировано, и я смотрю, люди-то идут, 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 идут. Ну, у нас пока не такая, конечно, глубокая сортировка, но у нас есть организации, которые принимают. Просто понятно, что тоже вот люди, люди как, мы же как бы привыкли, что вот вы придите, у меня из дома всё заберите, да? То есть это тоже немножко. Но у меня куча знакомых, куча друзей, которые, во-первых, сами делят, и сами действительно ездят, и сдают. Ну, в министерстве свою бумагу тоже сдаю, у меня ребята там, ну, собирают, подсобирают, как бы, макулатуру, выезжают, задают, у них там баночка стоит, туда понятно, что копейки получают, но тем не менее, они вот на эти копейки складывают, потом там что-то, какое можно как бы ещё приобрести. Школы очень многие тоже собирают макулатуры, тоже получают деньги. Я знаю, что некоторые там получают, покупают книжки потом, то есть всё, в принципе, организации-то есть, которые этим занимаются. И пластик сейчас собирают, тоже есть организации, которые для переработки его используют, или даже для перепродажи, но перепродают они, допустим, в соседний регион, нас зовут, который тоже перерабатывает эти отходы. Ну, то есть процесс медленно-долго, но потихоньку разворачивается. У нас очень медленно идёт этот процесс, да, не все знают, наверное, мало об этом говорим, действительно мало пиарим, но как-то эти вот сами компании не совсем, но тут, допустим, опять-таки есть эковата, который принимает макулатуру и производит оттеплитель, они, я, например, считаю, что очень хорошо пиарятся и как бы об этом говорят, причём они очень методично к этому и к сбору сырья, они методично подходят и к сбыту, то есть это по готовой продукции. То есть всё прямо у них, я считаю, что налажено. Потом какая-то вот сейчас в городе компания была объявлена по борьбе с покрышками в виде декоративных элементах на улицах, как-то их тоже сейчас вот собирают, чтобы не использовать, потому что вред. Это в Эрмузе, да, это наш мусороперерабатывающий завод собирается. То есть здесь они это, там, да, подключилась одна из организаций, которая прямо вот взялась за сбор этих покрышек. Ну тоже она перерабатывает. На мусор, на наш мусороперерабатывающий завод они вывозят их. И там он перерабатывает. У нас мусороперерабатывающий завод, который перерабатывает покрышки, единственный на Дальнем Востоке, который вообще перерабатывает КГМ. Ну это крупногабаритные, вот это шины, плюс, ну мелкие они тоже собирают. Делают крошку. Крошку продают. Потом вот это покрытие, да, все это продают. Это уже заработало. Это работает, да, тоже работает, но понятно, что медленно, но не все сразу строилось. Да, человек очень нетерпелив, нам хочется все и сразу. Мусоросортировка, кстати, Эко-Альянс, она действует сейчас, работает или нет? Действует, но не на всю мощность, которая есть. То есть периодически, там все равно оборудование подустарело, оборудование китайское было и так далее. Но сейчас вот рассматриваем возможности модернизации и там переориентировать, может быть, там первую сортировку переориентировать, может быть, под экопарк, тоже мы про это обсуждали уже с Минпромом, сейчас прорабатываем. Экопарк – это что такое? Собрать туда вот как раз таких предпринимателей, которые занимаются переработкой отходов. Разных, да? Разных, потому что помещения позволяют, и чтобы они здесь могли каждый сырье свое и производить что-то. В общем, вопрос пока еще рассматривается. Но идея интересная. Идея интересная. Спасибо Минпрому. Наталья Тумуреева, программа «Мнение». Наташа, еще одну, давай, такую экологическую тему рассмотрим. Новый вид экологического движения, как пишут СМИ, значит, в пятницу 3 июня ко Дню экологии состоится плоггинг в местности побережья Байкала, участок от Нового Инхалука до устья реки Загза, как раз вот хорошо знакомая тебе территория, да? Значит, студенты вузов совместят уборку мусора, общение с экологами, физические упражнения с именитым спортсменом. В Швеции вся эта история появилась, экологические выезды. И вот сейчас, значит, региональный центр охраны природы и развития туризма общественной организации при поддержке в том числе Минприроды. Это были лица Бурприроды нашей, территория нашей, да, потому что это… Да, у нас пришли такие креативные ребята, то есть, и в Бурприроды, и в Бурприроднадзор, и как бы все вот эти вот акции, они как бы тоже там проводят. Ну, меня это очень радует, если раньше я просто приходила и говорила, что надо это делать, теперь уже я смотрю, что они там вообще молодцы как бы с этим работают. И мы тоже уезжаем. У нас, во-первых, к Дню охраны окружающей среды ежегодно министерство отмечает тем, что убирается на каком-нибудь побережье. В этом году мы едем как раз-таки тоже туда, в ту сторону в нашу, и, соответственно, как бы там убираемся, и тоже плюс там спортивные игры, то есть, такой здоровый выбор жизни, плюс уборку побережья. Ну, и вот как раз, пользуясь случаем, хочу сказать, что да, у нас 25 апреля 2002 года был создан Госкомитет по охране окружающей среды, то есть, это прародитель нашего Министерства природных ресурсов. То есть, в этом году нам исполнилось 5 лет, ой, в 2, господи, прошу прощения, исполнилось 20 лет, да, и поэтому такое большое, я считаю, что для Министерства все-таки значимое событие, и вот ко дню охраны окружающей среды вот мы совместно вот как бы совмещаем вот это вот мероприятие, будем отмечать. И вот хочу всех поздравить с днём охраны окружающей среды, 5 июня, потому что у нас такой день экологии. – Присоединяюсь тоже, и вас поздравляем. – Спасибо, всем благоприятной окружающей среды и здоровья. – Ну, для нас это, ну, я думаю, для всего мира, конечно, экология-то актуальна, но здесь у нас это, да, наслаивается одно на другое, и Байкал, и всё остальное, и как бы и наш личный отдых, за который мы тоже переживаем, чтобы всё было чисто и красиво. Пусть всё развивается, да, министерство с юбилеем, да, таким, хотя в разном статусе вы эти 20 лет прожили, но тем не менее уже до министерства доросли, и работы конца края не видно, пусть всё будет позитивно, хорошо, и денег на всё хватает. – С природными ресурсами всегда так, на самом деле, и с охраной окружающей среды, то есть там здесь, ну, это природа, потому что там нельзя запланировать, там вот сегодня мы эту свалку убрали, всё, там больше ничего, здесь, ну, или затоплением, в общем, мы занимаемся, да, сейчас, вот, я говорю про ту же обеду, да, большая вода, то есть здесь нужно как раз-таки, наши задачи именно как людей, вот для сохранения вот этих комплексов уметь подстраиваться под природные комплексы, чтобы не навредить, и в то же время уметь развиваться в этих условиях. – Потому что сами комплексы – это мощный, да, фактор важный. – Конечно, природа – это природа, ссориться с ней, как бы, однозначно, это, да, были, конечно, такие идеи, когда и реки вспять хотели поворачивать, всё остальное. – Леса по вырубить или всё, что они вырубили. – Вы же сами видите, одно землетрясение, всё, смыло, нету никого, там, с лица земли стёрло, как бы, да, там, человечество в том числе, там, цунами тоже всё, то есть это, как бы, спорить с природой просто бесполезно. – Чичневато, надо с ней дружить. – Да. – Полностью согласен. Наташа, спасибо огромное. Временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов Бурятии, эколог Наталья Тумуреева принимала участие в программе «Мнение», вел передачу Игоря Озеров, всего доброго, до свидания. – Спасибо большое, всего доброго.